Алексей Дмитриевич, знаем, что произошел инцидент 26 марта. Это было на площади Николаева и была какая-то проблемная ситуация с сотрудниками полиции. Можете как-то пояснить, что произошло и вы расследуете это дело? Может, на каком этапе сейчас оно находится? Да, ваша информация верна. В следственном деле по городу Кингисеппо на настоящий момент расследуется уголовное дело. В отношении гражданина Паршина Антона Юрьевича, возбужденного 25 апреля 2016 года, по признакам преступления предусмотрена частью 1 статьи 318 и статьи 319 Уголовного кодекса Российской Федерации. Данным гражданином совершил умышленное публичное оскорбление представителя власти в связи с исполнением им своих должностных обязанностей, а также применил насилие, не опасное для жизни и здоровья представителя власти. Я вот так... Вставим с твоим домом и достойным... Да, выдам машину, пожалуйста. Давай я вот так вот дам его обычному стоял. Он оскорблялся прилик и утром из 2 панельки. Оскорблял. Оскорблял. Сейчас на службу, ***. Сам *** шатается. Конечно. Твой выбор запомнил. Мой выбор. Я сейчас *** принесу коньяк, а кому нужен ***. А тебя *** плачет. Запомнил? Я понял. Запомнил. Дальше. В настоящий момент в ходе следствия по данному уголовному делу установлено, что 26 марта на территории площади Николаева в городе Кингисеппе сотрудникам МРЭО номер 11 управления ГИБДД Российской Федерации по Санкт-Петербургу и Ленинградской области проходила сдача квалификационных экзаменов на водительские права. Гражданин Паршин, находясь на территории площади Николаева, начал в нецензурном форме комментировать работу сотрудника полиции, который проводил прием данного экзамена. Сотрудник полиции попросил его удалиться и не мешать процедуре проведения экзамена. В ответ на это гражданин Паршин, отказавшись выполнять законные требования сотрудника полиции, умышленно и публично оскорбил его в связи с исполнением им своих должных и обязанностей. После чего попытался скрыться с места происшествия. Сотрудник полиции, проводивший прием к экзаменам, попытался пресечь противоправное поведение гражданин Паршина и задержать его на месте происшествия. Однако Паршин продолжил противоправное поведение, нанес сотрудника полиции не менее одного удара ногой в область туловища, после чего был задержан поехавшим по вызову из дежурной части на рядом сотрудников полиции. Ну так как там сдавался экзамен и был не один человек, соответственно, должно быть много свидетелей. Есть свидетели по этому делу, которые присутствовали, видели вообще все это? Да, безусловно, определенная особенность именно конкретного дела на фоне аналогичных ситуаций, которые уже возникали в нашей практике, является то, что здесь имеет место быть очень большой круг очевидцев. Это экзаменуемые лица, автоинструкторы, прохожие, велась видеосъемка происходившего, а также имеет значение тот факт, что сам гражданин Паршин не имел отношения к процедуре проведения экзамена. И свои действия на настоящий момент он в показаниях данных ранее в ходе предательной проверки никак не смог разумно объяснить. Ну, гражданин Паршин, получается, был не удовлетворен экзаменами и сотрудников ГИБДД, которые принимали? Гражданин Паршин был не удовлетворен работой инспектора ГИБДД, который принимал экзамены. По его мнению, он работал не в соответствии с действующим законодательством. И, соответственно, об этом он стал в нецензурной форме сообщать сотруднику полиции. И потом еще применил физическую силу. Впоследствии, да, когда сотрудник полиции объявил ему, что гражданин был административно задержан за неисплавный закон о требовании сотрудника полиции, а также за то, что он находится в общественном месте в нетрезвом виде, гражданин Паршин попытался скрыться с места происшествия. И сотрудник полиции вынужден был принять меры к пресечению его бегства. За такое правонарушение можете сказать, по какой статье заведено уголовное дело и ответственность по данной статье? Как я указывал ранее, главное дело возбуждено на следующем метро следствии по двум составам преступлений. Это статья 318, часть 1-го Головного кодекса Российской Федерации. Примение насилия в отношении представителя власти в связи с исполнением им своих должностных обязанностей. За это действующим законодательством предусмотрено наказание в виде лишения свободы на срок до 5 лет. А также по статье 319 Головного кодекса Российской Федерации, это оскорбление представителя власти в связи с исполнением им своих должностных обязанностей. За данное преступление предусмотрена штрафная санкция и обязательная работа. А вообще этот гражданин где работает? На настоящий момент установлено, что гражданин Паршин является действующим сотрудником муниципального казенного учреждения службы заказчиком при администрации Кингсевского муниципального района. Редактор субтитров А.Семкин